Добрый день! Вы уже успели побывать на трех фестивалях. Что это за фестивали? Начнем, наверное, давайте все-таки с ВСЛК и потом уже продолжим дальше. Наша студия 5 лет и вообще у нас этот год очень насыщенный. И за последний месяц, да, три фестиваля. Мы уже третий год берем участие в всеукраинском конкурсе. ВСЛК это видео и Медита Украины это фото. Они проходят в одном месте, в Кременчуке, в одно время. Конкурс проходит три дня. Там даются и домашние задания. Мы представляли фильм, даже в Утикаске снятый совместно с Коровическим музеем нашим. И фотографии. Это фотоконкурс. Есть творческие задания, там даются. Блиц-конкурс. Интересно было, что в этом году на Блиц-конкурс нас повезли на Сорочинскую ярмарку. И мы бывали на гуглевских местах. Очень было интересно. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть одну из видеоработ. Мы анимацию скоро еще посмотрим. Она в следующем конкурсе. Вот одну из видеоработ. А прямо сейчас нашим зрителям можем показать. ВСЛК это видео и Медита Украины. ВСЛК не успешно его за тишними залами, раздивляючись предмети старовини. Какие разные бывают экспонаты. То дивовижные мушли далеких морей. А ось незвичайный давньогрецкий посуд и монеты. Перейшов в другую залу. И ты в 18 столе. Все наше в Касте. А сколько незвичайных историй зберегается в этих стенах. Так одного разу в Кризнавчий музей навідався маленький хлопчик Боря. Вин дуже розумний. Читає багато книжок. Цікавиться науковими досягненнями. Але зовсім не вірить у чудеса та казки. Але в той день в одному залі на лавці він побачив велику книгу, яка так і притягувала його до себе. Відкрив її Боря і почав роздивлятися на звичайні старовинні літери. Спробував прочитати, але це було дуже складно. Він заморився і не помітив, як заснув. І примарилось йому щось несподіване. Неначе вірвались з зали музею якісь казкові герої. Дякую за перегляд! 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 Мудрый монах и произошедшее произвели на князя впечатление, и тот дал средства на восстановление обители. С тех пор и появилась легенда о коте Манакинеку, что буквально переводится как «манящий кот», а также известен как «кот счастья и удачи». Теперь хочется узнать историю того кота, который в многих автомобилях сидит и махает ручкой. И не только в магазинах, в кромнице. Больше того, кроме этого, есть еще очень много побед, скажем так, в следующем фестивале, но все-таки остановимся еще на детстве. Есть вот у меня, я думаю, кто заметил, это не мой аксессуар сегодня, а это вот как раз «Сдотятка». Что это? Я так понимаю, что это тоже атрибут этого фестиваля. Да, на фестивале, вообще фестиваль уникальный, он проходил 4 дня, проходил в прекрасном лагере летнем, совершенно бесплатно для лауреатов. Туда попасть очень было сложно. Вот в группе анимации, чтобы вы понимали, в этой группе находились студии из Бельгии, из Польши, Германии и самые крупные мультипликационные студии Украины, которые уже по 40 лет, по 10 лет занимаются анимацией. А мастер-классы, я так понимаю, тоже были? Проходили мастер-классы, был мастер-класс от японского аниматора Сонео Года. Работу он тоже видел эту? Да, он, да, и когда он слышал Монеки Неку, он сразу встрепенулся, да-да-да, покивал, что это было здорово. И нас возили на экскурсию в аэроклуб, и поэтому, наверное, нам выдали такие шлемы в экопарк, развлекательная программа была. Но главное, были мастер-классы от режиссёров, режиссёр Морозова очень классный такой удала мастер-класс. Для нас пел Сергей Бабкин, отвечал на вопросы даже такие, почему у вас там такие тапочки. Ну, как всегда, детская аудитория не стесняется задать любой вопрос. Да, детская аудитория, да. Больше того, что, я так понимаю, что участники вашего фотоклуба теперь имеют возможность, уже пройдя вот эти все мастер-классы, не только создавать вот такие работы, а ещё круче, и, соответственно, получать ещё выше награды. Мы будем стараться. Я так понимаю, что авторы — это 12 и 16 лет, если я правильно видел. Да, в этом мультфильме, да, 12 и 16 лет. Так что, друзья, это на самом деле уникально. Если ваш ребёнок мечтает заняться чем-то подобным, приходите, набор открыт. А мы продолжаем дальше. Кристаллович Джерелла, я вот смотрю, тоже дипломов немало. В этом году у вас номинаций тоже немало. Что это за фестиваль и, соответственно, какие работы тоже были представлены? Это международный фестиваль, один из старейших детских фестивалей в Украине, ему 26 лет, он ровесник нашей незалежной Украины. Фестиваль аудиовизуального искусства, теле-аудиовизуального искусства. Там представляют и радиопрограммы, и телепрограммы, и мультфильмы, фильмы, и фотографии. Мы участвуем тоже уже года три или четыре в этом конкурсе. То, как фотограф, и первый год мы подали наши эти фильмы и мультфильмы, которые тоже были отмечены. Вот я смотрю, практически все фотоработы, наверное, были отмечены. Нет, это не все. Не все? Да, но достаточно. Потому что дипломом, друзья, чтобы вы понимали, у меня целый веер дипломов, и я только смотрю название фотоработы, вырешальный бросок, дарунки осени, и ряд-ряд других, и все это фотоработы. Но, кроме того, есть еще игровой фильм, где живут сказки, легенда про ту легенду, которую мы видели. А, это уже фоторобота при виде музея. Пропрошу, я думал, что это уже еще какая-то работа, которую вы от нас приховали. Нет, 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 пока еще нет. Фотоработы сейчас видели наши их глядачей, я предлагаю их еще раз переглянуть, чтобы, пожалуйста, вы прокомментировали, что это и чьи работы, что, может, в них изображено. Это фотография зимового, а, вот вырешальный бросок, зимовая геометрия, мальчик, сколько я думаю, 12 лет снимал. Но вырешальный бросок, она, естественно, тоже ей 12 лет, она вот как раз и в мультфильме участвовала, фонарисовала. Это Мария Котельникова, Олег Ксенжик, вот так вот дедушку в селе сфотографировал, но очень удачно, композиционно выстроенный. Сколько лет уже занимаются эти ребята у вас? Ну, Дарына Быц, которая в мультфильме участвовала, вот самая она старейшина, 5 лет, почти ровесница студии. В основном дети у нас, ну, у меня 2-3 года, кто угодно, ну, до 5 лет. Мы практически сразу видим, есть результаты уже. Результаты есть, да. Кто вот сколько сил уделяет, вот у кого-то раньше начинается, у кого-то чуть позже. Кто-то приходит, вот вы видели военные фотографии, у нас Виктор Луцишин снимал. Он первые годы приходил, вообще не по нему. За компанией ему было душевно, у нас мы любим петь чай, беседовать, гулять. Ему было очень комфортно, но фото он как-то не очень. А потом чуть-чуть подрос и как-то прорвало, и у нас уже много побед и в Чехии, и в Украине, то есть, и в Болгарии, да, есть у него диплом. То есть, и он уже сейчас закончил школу и студию, все равно возвращается и с удовольствием снимает. То есть, по сути, взращиваете фотохудожников для Украины и для всего мира. Да, но я не настаиваю на том, чтобы это была их профессия, это по выбору, по желанию. У меня есть четыре ученицы, которые закончили наше училище именно на фотографах. Но остальные ребята снимают для души. Ну и в жизни не помешает правильно сделать красивую фотографию. Да, семейный портрет сделать вообще, да. С какого возраста вы принимаете в свой клуб, скажу так, по интересам и плюс сколько длится это обучение? В этом году я делаю впервые набор для деток с 7-9 лет. Эта группа будет смешанная, такая подготовительная. Детки смогут и учиться основам фотографии, и основам мультипликации. Будут им и фотографировать, и рисовать, и лепить, и ходить на экскурсии. В общем, довольно такая... Спектр широкий, да? Программа, да. Ну, потом уже они сами будут выбирать, куда им больше душа лежит. Но многие ребята у нас занимаются и в группе анимации, и в группе фотографии. Заниматься можно очень долго, потому что детям, вы знаете, вот есть устраивание для детей курса, там, 10-ти дневных. Это всё здорово, но ребёнок за 10 дней не усвоит ни экспозицию, ни композицию. Поэтому по капельке, по капельке. Но потом им так нравится, за что я очень рада, что они продолжают ходить, совершенствоваться. А совершенствования нет предела. Поэтому это на самом деле круто, друзья. Если вас заинтересовало, в фейсбуке можете так и найти, либо по имени, фамилию нашего гостя, либо, соответственно, саму студию, фотостудию. Поэтому присоединяйтесь, если у вас есть желание, чтобы ваш ребёнок, либо вашего ребёнка уметь правильно фотографировать и иметь всегда хорошие, качественные семейные фотографии. Это для вас. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию.